Наше Отечество — это небо. С такими словами к своей пастве обратился глава Среднеазиатского митрополитического округа в праздник Вознесения Господня. Торжество отметили в главном храме Ташкентской епархии, Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Подошли к концу 40 дней празднования Пасхи Христовой. Оно длится так долго, потому что этот праздник особенно важен. Христос совершил наше спасение, пострадав на кресте. Все его земные дела были воплощением любви. Он спас человека от вечной смерти. В день отдания торжества глава Среднеазиатского митрополитического округа совершил божественную литургию в Свято-Троице-Никольском женском монастыре города Ташкента. Мы размышляли о воскресении Христовом, о том, что он совершил такое чудо, что он сам себя воскресил из мертвых и стал пред всеми людьми воскрешенной плотью. Эта плоть Христа Спасителя стала Одесную Бога и Отца. Победив смерть, Господь в своем лице вознес на небо, ко Творцу, человеческую природу. И значит, наше тело призвано не к тлению, а к вечной и ликующей жизни. Праздник Вознесения Господня встретили в Кафедральном соборе Ташкента. Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Викентий. Господь постоянно об этом говорит, что наше Отечество – это небо, это небесное царство. Ради небесного царства Он отдал свою жизнь, свою человеческую, для того, чтобы вознести нас на небо. И поэтому, дорогие братья и сестры, ныне пристанно жить на этой земле постоянно пред очами Божьими. Постоянно жить пред очами Божьими, чтобы не забывать о нашем Отечестве. Праздник Вознесения сочетает в себе и радость встречи, и радость разлуки. Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его к принятию всех истинных своих последователей. И Он оставил на земле и Своё божественное учение, и самого Себя в Таинстве Евхаристии, указав путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной жизни в Царстве Божьем. Субтитры создавал DimaTorzok